В комментариях к предыдущему видео меня спросили, есть ли у меня какой-нибудь дополнительный источник дохода, кроме работы дайвинг-инструктором. На что я ответила, что нет, я работаю инструктором на полный день и на это живу. На самом деле тут я немного покривила душой, потому что кое-какая прибавка к зарплате у меня все-таки есть. И об этом я хочу рассказать в этом видео. Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале за мечтой дайвинг и путешествия. Уже 10 лет я работаю дайвинг-инструктором, сейчас живу в Таиланде на острове Катао. Так как развлечений на острове не так много, то в выходной день очевидный выбор пойти понырять в свое удовольствие. Тут можно совместить приятное с полезным и отправиться не просто на дайвинг, а на охоту за подводными сокровищами. А там найти можно много всего интересного. Катао это очень дайверский остров, тут каждый день ныряют толпы дайверов и теряют они, соответственно, тоже очень много всего. Это отдельное удовольствие для дайвинг-конструкторов, потому что с кораллами и рыбками мы плаваем каждый день вместе с клиентами. А вот полазить или, как мы говорим, попылесосить в стороне от дайвсайта на песке на работе не удается, клиенты этого не оценят. Естественно, что-то реально полезное и ценное можно найти не каждый раз. И чаще всего поиск сокровищ превращается в уборку мусора. Но это на самом деле тоже интересно и для океана хорошо. Хотя мусор, который мы собираем, это только капля в море. Зацените игру слов. Вот тут, глядите, я тарелку нашла. А вот и ложка. Надо еще кружку найти и будет полный набор. А тут искусственный цветок, которым тайцы оформляют носа лодок в качестве подношения морским духом. Можно даже себя украсить на дайве. Но не всякий мусор надо сразу вытаскивать. Например, я всегда проверяю стеклянные бутылки, потому что часто в них находят приют мелкие рыбки или креветки. И тогда их лучше оставить на дне. По ходу поисков можно завернуть и в один из искусственных рифов. Хотя кораллов тут пока не очень много, зато можно поплавать, как в лабиринте. Иногда мы находим что-то большое. И всегда встает дилемма. Подбирать и заканчивать дайв, или плюнуть и плыть дальше. Как, например, здесь, когда мы нашли пластиковые коврики, которые сдуло с какой-то лодки. Вообще, чаще всего мы не ленимся, а собираем. Но перед этим можно немножко и подурачиться. Возвращаться, конечно, с этим добром ужасно неудобно. Но что делать? А где же сокровища? Спросите вы. Самый частый предмет снаряжения, который теряет народ, это грузовые пояса. Это водоврана Катауна Вала. Даже не знаю, покупал ли когда наш дайв-центр груза, но сейчас их уже девать некуда. С грузовыми поясами тоже каждый раз думаешь, надо ли подбирать, чтобы потом плыть с этими лишними килограммами. Особенно тут страдает мой Бадди, который вообще сам ныряет без грузов. Но каждый раз жаба побеждает, и мы возвращаемся нагруженные. Тут, кстати, рыба прилипала, решила нам помочь. Видите ее? Хотя иногда груза приходится и оставлять. Вот тут на поясе, смотрите, что выросло. Иногда можно найти груза в грузовых карманах. Тоже часто теряются. Дайверы, можете в комментариях спросить, карманы от каких моделей BCD мы чаще находим. И я скажу, какие бренды лучше не покупать. По ходу поисков надо держать ухо востро. Ведь рыбы-триггеры тоже любят строить свои гнезда в стороне от дайв-сайтов. И если подплыть слишком близко, могут напасть. Самка обычно находится ближе к гнезду, а самец кружит вокруг. Укусить до крови они не могут. Даже если доберутся до конечности, будет просто синяк. Но зато они могут разогнаться и ударить. Целят в основном в голову. Если прилетит, приятного мало. А тут нам наконец повезло, и мы нашли что-то стоящее. Отличный новый дайверский буй. Однозначно лишним не будет. На Катау есть группа в фейсбуке, где потерянные разыскивают. Если хозяин объявится, можно будет и вернуть. За пиво. Вообще, за время работы дайвинг-инструктором уже сложно сосчитать, сколько снаряги я нашла под водой. Тут на фотках только малая часть. Вот такой дополнительный доход в натуральном выражении. Несколько раз я находила непарные ласты. И даже вторую ступень от регулятора. Не спрашивайте, как она потерялась. И нет, без дыханного дайвера рядом не валялось. Кроме того, на песчаном дне можно найти необычных морских обитателей. Например, каракатицу. Только заметить ее нереально трудно. А это плоский червь. Вроде черненький, не яркий. Но если присмотреться, узор просто шикарный. Периодически мимо по своим делам пробегают донные падальщики, крабоотшельники. Некоторые очень впечатляющих размеров. А это скелетик морского ежа. Очень красивые, но очень хрупкие. Забирать, естественно, не будем. Ну и, конечно, рыбы-клоуны. Эта разновидность клоунов на Катау предпочитает жить на песке. И так же, как и триггеры, они яростно защищают свой дом. Морскими огурцами никого не удивишь. Но вот этот попался какого-то нереального размера. Просто червь из дюны. Также на песке живут трубчатые актинии. И если присмотреться, то иногда на них можно найти таких полупрозрачных креветок. Как-то раз я прыгнула с лодки немного в стороне от дайвсайта и наткнулась на такую загадочную веревку, уходящую в глубину в термоклин с плохой видимостью. Веревка привела меня к рыбацкой ловушке, полной рыбни топырей или платаксов. Естественно, я сразу начала эту ловушку резать, чтобы их освободить. Я уже выкладывала этот ролик на дзене, и там меня клеймили, что я оставила бедных тайских рыбаков без пропитания. Но посмотрите на несчастные лица этих рыб, и как радостно они уплыли в образовавшуюся дыру. И да, если много нырять, начинаешь замечать, что даже у рыб может быть разное выражение лица. Короче, кто бы там что ни писал, ловушку я порезала. Во-первых, она лежала совсем рядом с дайвсайтом, который кормит не меньше народу на нашем дайверском туристическом острове, и тайцев в том числе. А во-вторых, платаксы явно не несут никакой промысловой ценности, и просто погибли бы зазря. Вот и все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. К сожалению, самые интересные находки в видео не попали, так как камеру я с собой беру не всегда. Чаще поиски проходят в очень плохую видимость, потому что мы отплываем на глубину, примерно как здесь, и плаваем мы, как ежики в тумане. Пишите в комментариях, что находили, или может теряли на дайвинге, или просто в море. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok